Холод Герой нашего проекта утверждает, что именно холод может стать тем самым спасительным источником энергии. Время от времени у нас случаются печальные такие события, когда люди погибают, замерзают на зимниках. И особенно в арктийской части очень часто дует ветер, места открытые, в тундре ориентироваться очень сложно, когда метель наступает и все переметает. И мы думали, как сделать путики. У охотников есть такое понятие, как путики. Такое, казалось бы, на первый взгляд смешное и ласковое слово, но именно оно порой может спасти путнику жизнь. Такие охотничьи тропы и дорожки, протоптанные или прорубленные в лесу, указывают путникам нужное направление. А вешки или различные подручные указатели на этом пути служат своеобразным ориентиром. Особенно в Арктике, в период, когда солнце более суток не появляется из-за горизонта. Чтобы люди не заблуждались, с одной деревни до деревни ехали по каким-то вешкам. Естественно, там полярная ночь, и вешки эти должны как-то светиться, как маячки. А там проблемы с их источником питания. Мы думали о аккумуляторах, но они долго не протянут. Если ветроустановки, это очень хлипкое, солнечные, они не нужны в полярную ночь. Но очень много возможностей получать электричество в любом удаленном участке. И когда мы стали разбирать источники энергии для маленькой лампочки в арктических бутиках, мы подумали, почему не попробовать вибрации. Например, флаг висит, он терепещет, это же энергия. И пробовали такое сделать. Потом решили взять энергию из-за разницы температуры. Например, под снегом намного теплее, чем на улице. Сейчас минус 50, например, а под снегом будет минус 5-7 градусов. Поэтому наши маленькие грызуны там, они выживают. Там им теплее. И за счет этой разницы мы пробовали получить какой-то электрический потенциал. Он очень маленький, но в принципе его можно накапливать, конденсировать. И он раз в минуту, например, может такую вспышку давать, как от фотоаппарата. То есть для человека, который где-то там заблудился, вот эта вспышка там раз в минуту, ему может дать указания и дороги, и вообще дать жизнь. Еще есть интересные возможности, это использовать наш холод для получения электроэнергии. Низкие температуры, они дают большой градиент. Температура, например, за окном минус 50, а внутри дома 20 градусов. 70 градусов разница, за счет этого можно получать электроэнергии. Я сейчас вот покажу, вот как этот принцип работает. А разницу температуры же можно получать и искусственно увеличивать. Если, ну, приспособить ее не к обычной комнатной температуре, скажем, батареям отопления, там, ну, плюс 60, плюс 70, да, или, ну, к печке. У кого есть, ну, охотничьи печки, допустим, там, ну, порядка 200-300 градусов она нагревается. И за счет этой разницы получать можно очень много энергии. Покажем, как работает термоэлемент. Мы берем термоэлемент и будем подогревать его с одной стороны. А с другой стороны, ну, комнатная температура. Правда, она вертикально стоит, должна была так стоять. Но, тем не менее, пройдет некоторое время, когда возникнет большая разница в температуре, тогда зажигается лампочка. Вот она. На газу у нас имитируют эту, ну, печку. Скажем, работает агрегат с водяным охлаждением. Здесь имеется вода, которая циркулирует. Здесь от него же самого работают вентиляторы, которые остужают радиатор. Из-за этого разница температуры увеличивается. И вот работают лампы. Вот этот агрегат может включать шесть таких ламп. Или можно, ну, включать какие-то гаджеты. Имеется USB-выходы. И для, например, сельской, скажем, ну, охотничьей избушки или димовья, или, может быть, там, у лесника где-то. Ну, это позволяет получать электроэнергию, как только печку топишь. А так как человек топит печку, когда он находится в доме, то всегда у него есть под боком электричество. Она и для связи, а связь – это безопасность, да? То есть повышает и комфортная жизнь, и безопасность людей. Ну, представляете, если было бы охлаждение, я бы, ну, привел с улицы. Там минус пища. То есть разница больше была. Можно было бы подключать больше лампочек. Вот этот источник – это 24 года назад делали на трубе печка. В принципе, она до сих пор работает. И здесь вот такой же элемент, только с водяным охлаждением. То, что может давать 100 ватт электроэнергии. А если на печку сделать их с двух сторон, то получается 200 ватт спокойно получать, и здесь еще варить еду, оладушки. Генераторы с двух сторон, и поэтому они по 25 ватт, ну, в сумме получается 50 ватт. Можно получать 12 ватт. Как с аккумулятора автомашины. К сожалению, у нас сейчас жители севера, они как-то обделены вниманием. Наука занимается чем-то таким высоким, мировыми достижениями. У нас очень много академиков, но в сельской местности туалеты уличные, да, в минус 60. Мы говорим, как и у нас морозы, а о наших людях как-то, ну, не думаем. Хотя современные достижения науки и техники, они позволяют обеспечить нормальные, комфортные условия жизни в любой точке нашей планеты. Я 13 лет проработал биологом, потом 13 лет проработал международной организацией Северный форум. Это организация губернаторов, и поэтому в течение этих следующих 13 лет я объездил всю Арктику. И Гренландию, там, Канаду, там, что. И видел, как там люди живут, как у нас, в Ирак-Багагар говорят, там, Верховьях и Речки. И у них есть все, как бы, достижения цивилизации. Электричество и так далее. В Якутии, ну, альтернативные источники имеют, ну, как бы сказать, огромную основу, возможность. Если, например, ветроустановки могут нормально работать, например, от Сангара, ну, даже от Батамая, с Усть-Алдана, ну, на север и по всей Арктике, спокойно могут ветроустановки работать, ну, круглый год. Солнечная энергетика тоже имеет большой потенциал, потому что у нас атмосфера чистая, очень много солнца. Солнца в Якутии больше, чем в Феодосии в Крыму, скажем, суммарно. Она равняется летом, ну, скажем, больше, чем в Ташкенте. И в Средней Азии, скажем, там пыльная атмосфера. А у нас очень чистая, прозрачно. И причем коэффициент полезного действия солнечных батарей при низких температурах он значительно выше. То есть сам Бог велел нам это развивать. Да, вот, например, вот солнечная складная батарея, специальная для низких температур. Вот видно, что даже при таком маленьком зимнем солнце она работает. И можно заряжать разные гаджеты для того, чтобы использовать там навигаторы, телефоны и так далее. И, ну, что удобно, ее можно сложить там и возить с собой. Вот элемент устройства, которое выдает электричество за счет уличной температуры. Вот этой трубой мы подаем холод внутрь, на грань вот этих термоэлементов. Из-за того, что там в гараже плюсовая температура, за счет этой разницы там есть небольшое освещение. И вот сбоку гаража имеется более большая вот эта модель. Ну, источник, скажем, освещения в гараже, ну, маленький, как прототип для проверки. Лампочка одна горит. Сейчас она будет тукнуть из-за того, что разница температур падает. Я его сейчас немного переделываю. Холод с улицы я подвожу к батарее отопления. Тогда перепад будет температур более 100 градусов, 120, 130 градусов. И рассчитываю, сколько там надо будет термоэлементов и какую мощность я получу. Вот пример альтернативного источника энергии, который может использоваться в отдаленных участках и не зависеть ни от каких погодных условий. Она работает от силы тяжести. Нужна тяга около 12 килограмм. Ну, то есть ведро воды, если повесить, да. Ну, принцип это как часы с кукушкой. Вот это грузики поднимаешь, и пока она вниз идет, ну, будет электроэнергия. И можно продумать такую систему, вот руки не доходят, даже с тем, чтобы, ну, сделать уличный вариант. Охотник, например, мог бы выходить утром, пока полные силы, за веревку, груз вытянуть там на 4-5 метров на дерево куда-нибудь и перевязать. А вечером, когда приходит, он усталый, отпускает веревку, и у него, ну, есть электроосвещение там поработать. Это, ну, просто как вариант для развития. Еще одним вариантом для развития альтернативных источников энергии является лед. Это творение природы также таит в себе неимоверную силу. У моих коллег есть интересные разработки. Вы знаете, например, что вода, когда замерзает, она расширяется, да, и может порвать любую трубу. А чтобы порвать трубу, это очень много энергии надо. То есть в холоде хранится такая энергия, которую мы не умеем использовать. И вот мои коллеги, они сделали гараж для машин. И вот такая емкость у нас разного размера. Мы тоже смотрим, какое оптимальное условие для емкостей, то есть размер. Потому что, как видите, емкости выгибают из-за давления, допустим. Там дальше у нас не самые большие емкости, а вначале самые маленькие. Например, это маленькие, они подвержены меньшему воздействию. А вот, допустим, эти емкости, они усилены в процессе, чтобы не было разрыва, и то даже толстым металлом подвержен воздействию, вода камень точит, все ломает. Мы находимся в экспериментальном помещении Института Мерзлотоведения, где проходят полевые испытания по получению энергии за счет фазового перехода воды. В данном помещении нет никаких обогревательных элементов, нет ни центрального отопления, нет ни электрооборудования для нагрева. И температура в помещении в течение всей зимы сохраняется от минус полутора до минус шести градусов. Данный эффект тепла достигнут за счет наполнения металлических емкостей холодной водой, которая в процессе замерзания выделяет огромное количество энергии и поглощает холод. Благодаря чему в помещении сохраняется околонулевая температура. Этого достаточно, к примеру, для хранения некоторых видов продуктов, содержания автотранспорта, создания прогулочных площадок для детских садов и школ или мобильных авторемонтных точек вдоль протяженных трасс между населенными пунктами. Этот научный труд уникален, разработан и запатентован в Институте Мерзлотоведения имени Мильникова. В ходе исследований мы измеряем температуру воздуха снаружи помещения и внутри помещения. Вот на примере представлен логер, где температура внутри помещения показана минус пять шестьдесят два. А снаружи помещения уличная температура составляет минус тридцать пять и два градуса. Кроме этого, мы еще проводим измерение температуры грунтового основания, чтобы не допустить, так сказать, пагубного влияния для многолетних мерзлых пород. Здесь температура около нулевая сохраняется в течение года. Естественно, при летом, допустим, она будет положительной, но тоже около нулевая, пока идет зарядка, так сказать, аккумуляторов в виде воды, ну, таяние льда, да, будет температура порядка плюс пяти, десяти. А зимой в начале здесь температура около нуля, ну, мы начинаем с замеры температур около нуля, и получается, ну, мы не доводим до полного замерзания воды, то есть небольшое количество воды все равно остается, чтобы... Потому что здесь тепло сохраняется до тех пор, пока вся вода не замерзнет. Самая основная проблема, да, то, что это увеличение объема воды при замерзании, и, ну, может разрушиться емкости, в которых они хранятся. Вот, для этого мы используем, ну, различные, рассматриваем варианты различной конфигурации емкостей, и, допустим, в некоторых емкостях установлены деревянные колья, чтобы при возникновении давления, да, они... был сброс через как раз-таки... ну, избыточного давления через вот эти деревянные колья. Вот, как видно сейчас, да, то есть, ну, можно сказать, половину полезной площади занимают цистерны с водой. Просто мы их сделали так, чтобы, ну, был свободный доступ, потому что это все-таки научная площадка, чтобы всегда можно было подойти, что-то исследовать, толщину льда и как промерзают. А вообще, в принципе, их можно смонтировать и на потолке, и в виде подполья. То есть, можно смонтировать их вдоль стен, допустим, ну, на всю площадь, вот, как бы, ну, освобождая при этом пространство полезное, так сказать. В целом, здесь ничего сложного нет, конечно. Единственное, это изначальные затраты на строительство, потому что нужно хорошо провести именно строительство, чтобы исключить именно потери тепла. И еще нужно, ну, при строительстве мы закладывали достаточно толстые стены, как вы могли видеть, там больше 35 сантиметров теплоизолятора, ну, в виде полистирола простого. Но за счет этого еще фольгазирование всей площади внутренней для отражения тепла. Вот такие удивительные метаморфозы, можно наблюдать на свойствах замерзающей воды. Однако это не единственный проект якутских ученых. Это очередной проект, экспериментальная площадка. В продолжении проекта, как в гараже, только здесь уже емкости расположены не в помещении, а озеро используется как емкость с водой. И за счет замерзания озера, вот, выделяется так же тепло, и в помещении, которое здесь построено, так же относительно теплее, чем на улице. В январе месяце 2021 года мы установили данное помещение, и сейчас здесь проводим испытания по реализации проекта, где можно будет использовать такие, ну, построить на открытых водоемах помещения, в которых можно было бы кататься на коньках в течение, ну, всей зимы, а не так, как у нас принято, только в конце февраля, в марте месяца. Вот. За счет того, что здесь так же будет тепло, и температура не будет опускаться ниже минус 10 градусов. Геозера вполне будет достаточно, чтобы удерживать эту температуру. Проборена лунка, в нее установлена 4-метровая труба, вот, полтора метра трубы получается на поверхности, а нижняя часть уперта в донные отложения, и также установлены логер для измерения температур, который измеряет температуру внутри помещения, и донных отложений, воды, льда, а также уличную температуру. Затраты, как бы, здесь небольшие, вот, стройматериалы видно, да, то есть, оно построено из досок, использован обычный полистирол, и обшито все, там, профлистом металлическим. Данная технология подходит для регионов с суровыми условиями, так сказать, если гараж можно применять, допустим, в условиях Новосибирска, там, ну, где не такая суровая зима, а вот в плане катка здесь необходимо именно промерзание воды и льда, поэтому нужны более такие суровые условия или же какие-то специальные установки для промораживания льда, воды. Ну, холод, конечно, это такой холод, это уникальное природное явление, а для нас это, ну, практическая реальная жизнь. И отношения двойственные. Я понимаю, что мы вот не используем весь потенциал холода. У нас самые низкие температуры в мире, и перепад у нас годовой равняется температурному пределу жизни высших аккординентов на нашей планете. Мы привыкли к тому, что суровые условия Крайнего Севера ассоциируются с холодом. Однако в этом белом безмолвии таится много загадок природы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова